Привет, друзья! Как вы знаете, я не так давно проводила опрос на тему того, какие видео вы бы хотели больше видеть на моём канале. В том числе я упомянула влоги. И многие из вас сказали, да, влог, ура! И я не уверена, что я смогу делать влоги каждую неделю, просто потому что со мной не всегда каждую неделю происходит столько всего интересного. И я подумала, что, возможно, я буду снимать по кусочкам что-то более или менее занятное, и, возможно, за месяц у меня наберётся что-то, что я смогу вам рассказать. Возможно, я буду делать влог раз в месяц такой. Что случилось со мной за месяц? То есть я буду кусочками снимать, когда я куда-то иду или что-то ещё. Единственное, я вряд ли буду снимать то, куда там, например, я хожу с мужем. Мы каждую неделю хотя бы один раз ездим куда-нибудь погулять. На Воропьеву гору или ещё куда-нибудь, или там покататься на роликах, на велосипедах, иметь парки, на выставки, в кафе, в рестораны. В общем, в огромное количество разных интересных мест. Но я не знаю, насколько это будет... Ну, в общем, не знаю, это немножко личные моменты, и я не уверена, что мне бы хотелось это выкладывать в интернет. Да, я знаю, я болтаю с вами во всём на свете, но я считаю некоторые вещи слишком личными. В общем, я не знаю, я поговорю об этом со своим мужем, и если он не будет против, возможно, иногда я буду вам рассказывать, что... О-о-о-о, мы катаемся на велосипеде в Маринском парке, смотрите, куст. В общем, посмотрим. В любом случае, я буду вам рассказывать про то, что я делаю сама. Например, там, если я хожу куда-нибудь с подружками, или просто иду куда-нибудь одна. Ещё, что меня очень смущает, это более распространено на Западе и в Штатах, когда люди просто берут камеру и куда-то идут. И их абсолютно не смущает то, что, например, они идут по улице и... О-о-о, привет! Привет! Я иду сейчас на выставку, смотрите на меня. И люди оборачиваются, не все люди, потому что, в принципе, в Штатах это, видимо, более распространено. Я не знаю, я буду чувствовать себя очень неловко, если буду просто идти по улице с камерой перед собой. И, боже мой, я иду, смотрите, я иду. Котик сидит. В общем, я не знаю, возможно, потом я буду относиться к этому проще. Пока меня смущает эта мысль. Поэтому, скорее, я буду снимать что-нибудь из серии, где я гуляю с подружками, и мне не так неловко достать камеру. Хотя, опять же, у нас это не распространено. То есть, если американские блогеры часто показывают, что о, мы с подружками идём там по красивым местам нашего города, и подружки нормально на это реагируют, я не знаю, насколько у моей подружки не будут считать меня глобанутой из серии. Ты пришла гулять с нами, зачем ты достала камеру? Может быть, ты пообщаешься с нами вместо того, чтобы всё это снимать? Потому что я абсолютно это пойму. В общем, я пока не знаю, в каком формате всё это будет проходить. Пока, возможно, я расскажу вам про то, что происходит со мной в данный момент. Я сижу дома, как вы знаете, я теперь не работаю. Я визажист и блогер. И это очень классно. Потому что я много отдыхаю, у меня всё время заняться домом. Я на самом деле понимаю, почему изначально женщина не работала, сидела дома. Вот. Я каждый раз думаю про домохозяек 50-х и как они боролись за равноправие, они хотели работать. И это классно. Но я могу понять, откуда это пошло. То есть, я ни в коем разе не выступаю за то, что женщина не должна строить карьеру. Женщина должна строить карьеру. Особенно, если ей это интересно, если она занимается тем, что ей нравится. Это чудесно. Но я понимаю, откуда растут ноги. Потому что на самом деле для того, чтобы успеть убраться, прибрать всё раскиданное, помыть посуду, следить за тем, чтобы пыль нигде не залежала, чтобы помыть пол, протереть зеркало, плита испачкалась, опять грязная посуда, перегладить пачку белья, которая накопилась. На это уходит огромное количество времени. То есть, честно говоря, мне довольно сложно было совмещать работу в офисе и какие-то довольно элементарные вещи по дому. Сейчас это намного проще. Но, с одной стороны, я буду считать одной из этих домохозяек, которые не делают ничего, кроме того, как моют пол-три раза в день, потому что им кажется, что он успеет стать грязным. А с другой стороны, не знаю. В общем, пока мне совершенно комфортно. И, в общем, хорошо, я отсыпаюсь, отдыхаю, у меня есть время на то, чтобы снимать для вас блоги, у меня есть время на то, чтобы убираться дома, на то, чтобы каждый вечер моего мужа ждал какой-то ужин, помимо... Я пожарила тебе курицу и сварила макароны. У меня есть время готовить. Я люблю готовить. Я никогда не готовила до того, как съехалась со своим мужем. Я не из тех девушек, которые с детства что-то с мамой готовили. Я была слишком ленивая, чтобы все это делать, честно вам скажу. Но мы съехались, и мне хочется его чем-то радовать, поэтому я готовлю. Это прикольно. Еще, что очень обидно. Сейчас, когда я провожу дома, по крайней мере, несколько часов в день, я могла бы тренироваться это время. Вы знаете, что также работу сложно совмещать с регулярными тренировками. Вы знаете, как я люблю тренироваться. Я стараюсь бегать хотя бы 3-4 раза в неделю, но с работы я приходила очень измученно. Сейчас у меня есть на это время, и я не могу тренироваться, потому что у меня травма колен. И это дебильная история, которую я вам тем не менее расскажу. В основном, кто получает травму колен? Вау, я футболист! Я упала, у меня травма колена! Вау, я бегаю так много, что я повредила себе колено! У меня была очень тупая история. После первого курса я участвовала в раскопках. Вы знаете, что я историк. На случай, если кто-то не в курсе, я историк. И после первого курса мне знакомые предложили поучаствовать в раскопках. На Красной площади, перед собором Василия Блаженова. Это было так круто! У нас был высокий раскоп. Если вдруг вы окажетесь на раскопках, пожалуйста, не прыгайте в раскоп. Там обычно есть лесенка. Но мне было лень пользоваться лесенкой. Я прыгала. И под конец вот этого месяца, пока мы там копали, у меня начали болеть коленки, потому что раскоп был выше меня ростом. Ну, или не выше, может быть, там мне побро... В общем, он был очень высокий. И я прыгала, и я таким образом повредила себе коленки. И с тех пор иногда они болят. И, может быть, месяц назад я ехала... Муж с утра уехал к своему коллеге на велосипеде, и вечером сказал, слушай, я остаюсь на ночь, приезжай к нам. Я села на велосипед, поехала, и через 30 метров я поняла, что я просто умираю, потому что я не могу крутить педали. Я не понимала, что происходит. В общем, мне было очень тяжело крутить, но я доехала, я два часа ехала на велосипеде, еле крутила педали, и с середины дороги у меня начали дико болеть коленки. И я уже никуда не могла деться, потому что там не было метро, там не было ничего. Идти пешком... Я шла часть дороги пешком, и это было тяжело. И, в общем, оказалось, что у меня просто спустило оба колеса. Я ехала, по сути, вот на голых рамах. Соответственно, мне было очень тяжело. Очень повредило коленки. И некоторое время не давали о себе знать. Сейчас не заболели так, что мне больно даже ходить. Сейчас мне уже легче, сейчас мне получше, но, тем не менее, я побаиваюсь бегать. Мы вчера катались на роликах, и ничего страшного не произошло. Соответственно, я иду на поправку, но бегать я пока боюсь. Соответственно, я не могу тренироваться, это очень дебильная ситуация. В общем, я надеюсь, что я скоро пойду на поправку. И это, наверное, всё интересное, что со мной сейчас происходит. Я буду снимать видео, как только что-нибудь ещё более интересное произойдёт. Так что посмотрим, что это будет. Привет, друзья! Сегодня вторник, и у меня очень весёлый день, потому что ко мне зашла моя соседка. Э-э-э-э! И мы сняли свой туториал по макияжу вот такому. Поэтому, если вы блондинка, то вам будет что посмотреть. Я, правда, не исключаю, что туториал с её мордой пойдёт на мой канал раньше, чем этот влог, но тем не менее... Вот такая она у меня хорошенькая. Спасибо! Да, и посмотрим, что будет дальше. Целая стена, смотрите, целая стена обоев. Потихонечку. Она избавляется от своего покрова. Смотрите, какие мелкие частички! Всё это я обдираю! Буквально труха! Полтора часа, полтора часа кровотливой работы. Возможно, мне за это воздастся. Привет, друзья, вы знаете, что я сейчас делаю ремонт в квартире. И в том числе я деру обои. И сейчас я покажу вам просто поле битвы, которое я осваивала сейчас. Смотрите, смотрите, смотрите на это всё. Я обдрала целую стену в коридоре. Ну, точнее, половину до двери в спальню. Это у нас прихожая. Так что, да, у меня ушло пять часов. Сегодня суббота. И пять часов субботы я убила на то, чтобы ободрать обои. Но процесс движется. Мне салат ещё немного. Уже одна стена у меня готова. Обои у нас тоже куплены уже пару дней как. Так что... Так что... Я надеюсь, что в скором времени мы сможем продолжить ремонт. И сделаем хотя бы ещё прихожую. Потом прийдём к гостиной. Это будет наша последняя комната, которая осталась. Надеюсь, кто-нибудь из вас интересуется ремонтом, и вам будет интересно смотреть мои излепыхания с этим всем. Так что посмотрим, что будет дальше. Смотрите, смотрите на всё то, что я обдрала. Это наш коридор. Ободранные стены. Ещё одна ободранная стена. Вау! А вот и я. Привет, друзья. Я на фоне очередной ободранной стены. И донизу она идёт тоже ободранная. Просто поверьте мне на слово. Сейчас... Сейчас среда. Четверг. Четверг и... Третье. Третье июля. Мы на кухне. Вы наверняка к ней уже привыкли. Знакомый для вас интерьер, холодильник. Нет. Телевизор. Телевизор за моей спиной. Всем привет. Я снимаю для вас влог. И всё, что со мной, по сути, происходит, это... Собственно, то, что вы сейчас видели. Я обдираю обои. Каждый мой день проходит так. То есть я просыпаюсь, готовлю завтрак мужу, поважаю его на работу, сажусь, работаю, обдираю обои, снова работаю, снова обдираю обои. И так до вечера, когда начинается футбол. Потому что сейчас это чемпионат мира, и я не пропускаю ни одного матча, потому что, вы знаете, я большой футбольный болельщик. Тем более, это последний чемпионат мира для Стивена Жерда. Это... К сожалению, он закончился для него бесславно. Но, окей. В любом случае, это довольно интересный чемпионат мира. Он какой-то очень внезапный. Из группы вышли команды, которых никто не ждал из серии «С детства за Коста-Рику». Да, кто-нибудь из вас еще смотрит чемпионат мира? Пишите мне в комментариях, с кого вы болеете, как вам вообще все происходящее. Я ставлю на Голландию. Я с самого начала ставила на Голландию. Я до сих пор очень надеюсь, что они выиграют. И, как я вам уже говорила, если они выиграют, я буду целую неделю носить только рыжие тени на веках. Ей! Да, так что я жду очередного матча. Сегодня его нет, так что завтра. Два дня нет матча, и я просто... Я никак не могу понять, как держать камеру, чтобы... Да, так. В общем же, два дня нет матча, и я просто потеряна. Что мне делать? Вчера я ходила к родителям, окей, хоть их навестила. А так, ну да, сегодня вечером, видимо, буду весь вечер работать. Я работаю... Сейчас занимаюсь зоомагазином своего мужа. У него с коллегой есть зоомагазин. И сейчас я добавляю товары на сайт. Смотрю, правильные ли цены. И это рутинная и довольно понатонная работа, потому что оказалось, что половина товаров, которые, по идее, должны быть, у нас на сайте еще нет. Это и серии новинки, которые мы не успели добавить. Поэтому сейчас я этим занимаюсь. И это моя основная работа сейчас. Так что я сижу дома и помогаю мужу по бизнесу. Я стала типичной домохозяйкой. Я шучу. Но в целом... В целом я не против. Это очень спокойная и прикольная работа. И, конечно, здорово работать из дома, потому что я могу полностью контролировать свой рабочий день. Все то, о чем вам говорят фрилансеры, это очень удобно, потому что вы просто пойдете, когда хотите, работаете, а потом вы можете пойти погулять. Потом еще поработать, потом сделать что-нибудь по дому, потом, не знаю, по тренироваться, еще немножко поработать. И за счет того, что, в общем-то, я работаю на себя и на мужа, меня это абсолютно напрягает. Я работаю, мне кажется, больше, чем я работала когда-либо в жизни, когда была на юной работе. Ну и, например, я могу в 9 вечера сесть, там еще чего-то там, поговоряться на сайте. Так что это совершенно меня не напрягает. Так что, да, в этом плане фриланс жжет. И что еще вам рассказать? Это, наверное, все интересное, что у меня сейчас происходит. А, вот, на выходных было прикольно. Мы были на ретро-фесте в Сокольниках. Там была выставка ретро-автомобилей. И мы туда поехали с мужем и его друзьями. Я там не снимала просто потому, что мы были с его друзьями. Я подумала, что это будет странно. Вы знаете, что, несмотря на то, что я решила вести влоги, я испытываю некоторую робость, когда думаю о том, что мне придется достать камеру перед другими людьми и махать. И говорят, о, мы снимаем, привет! Так что, вместо этого я рассказываю вам сейчас. Было весело и прикольно, зато я сделала много фотографий. Я, наверное, их вставлю в это видео, чтобы вы посмотрели, как было классно. И в целом было прикольно. Там были не такое большое количество машин, как на обычных выставках ретро-автомобилей, которые, например, там в Крокусе проводятся, мне кажется, каждый год. Их было меньше, но зато там все было абсолютно бесплатно. И на свежем воздухе, и на солнышке. Это был очень большой плюс. И, ну, в целом здорово. То есть это неплохой был досуг. Конечно, здорово жить в Москве летом, потому что, мне кажется, каждые выходные проходит какая-то движуха, на которую можно просто приехать, посмотреть и здорово провести время с друзьями. Так что... Так что, да, и теперь это точно все. Пойду поработаю. Нет, сначала я сниму для вас видео, которое вы наверняка увидите раньше, чем этот влог. Я уже сняла для этого влога столько разных кусочков. Пора бы мне их уже, наверное, склеить. И выложить. Но, мне кажется, то видео, которое я сейчас сниму, пойдет все равно раньше. Так что... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.